здравствуйте дорогие друзья с вами лилия гарапаха и я рада приветствовать вас самом канале в этом видео в мастер-классе мы с вами сделаем очень оригинальное пасхальное декоративное яйцо так как паска не за горами мы продолжаем нашу серию видео мастер-классов подготовка к паске и так нам сегодня понадобятся ленточки узенькие совсем узенькие ширина 0 6 сантиметра беленькая и 4 миллиметра еще поуже красного цвета так как яйцо декоративное пенопластовая у меня в розовом цвете если же у вас другой цвет подбирайте ленточку конечно другого цвета также нам понадобится сегодня полистироловое яйцо у меня уже обсыпано как видите глиттером если у вас простое вам придется обсыпать еще глиттером также нам понадобится полубусинки в диаметре 0 5 сантиметра розочки из фома у меня готовые но если у вас нет возможности купить таких розочек я оставлю ссылочку под этим видео по изготовлению таких розочек самостоятельно ну и из инструментов нам нужны будут сегодня ножницы и клеевой пистолет и так дорогие друзья приступим к работе прежде всего нам понадобится наше полистироловое яйцо она у меня размером с натуральная и ленточка узенькая и так мы берем клеевой пистолетик и с тыльной стороны с тупой стороны ставим посрединке капельку клея для того чтобы подсоединить ленточку подсоединили и оборачиваем ленточкой яйцо можете на кончике тоже прикрепить ставить но только очень маленькую капельку так как наша ленточка узенькая и она может раздавить эту каплю и конечно же будет видно клей и так работаем аккуратненько заводим опять деля наше яйцо на две половинки и опять ставим капельку клея подсоединили когда ваш клей прихватил мы поворачиваем нашу ленточку и если вы хотите побольше скажем долек сделать вы можете делить еще раз пополам и затем еще две но я сделаю так как ленточка у нас узенькая она позволяет нам делить наше яйцо на любые дольки и так я провела то есть я разделю на 6 долек провела опять очень маленькую капельку ставим сверху фиксируя нашу ленточку и затем проводим опять к низу фиксируя внизу зафиксировали и сразу же поворачиваете в том направлении в котором вам нужно вот так прижали и одновременно у вас уже зафиксировано в том положении в котором нужно после того как вы обернули наше яйцо ленточками она у вас разделилась на 6 равных долек ну и я в каждую дольку хочу поместить одну из розочек и поэтому я взяла 6 розочек если вы хотите 5 можете прикрепить и 5 и нам нужно вот эти проволочки как обрезать вы обрезали и так как яйцо у нас полистироловое нам нужно на том расстояние на каком вы определите себе мы втыкаем нашу розочку вот так ну и конечно же чтобы она у нас не двигалась мы ее еще фиксируем клеевой капелькой и так на одном и том же расстоянии смотрите чтобы у вас было ровненько мы продолжаем делать по кругу то есть втыкать наши розочки по кругу итак дорогие друзья вот такое вот яйцо у нас уже получилось теперь нам нужны полу бусины я отсоединяю их от клейка ленты в зависимости от цвета ваших розочек вы берете и цвет полу бусин и теперь нам нужно прикрепить наши бусинки то есть между розочками я ставлю две капельки клея вот так по бокам нашей ленточки и креплю бусинки вот так прикрепили и одну на ленточке вот таким вот образом и так продолжаем между розочками на этом же расстоянии что и подклеили предыдущие ставим две капельки капельки должны быть очень маленькие так как полу бусинки у нас тоже очень маленькие и так по кругу и так когда вы подклеили все ваши полу бусинки нам понадобится ленточка белая ленточка я взяла с каемочкой золотистой вы какая у вас найдется и сейчас нам нужно сделать бантик мы делаем восьмерочку с вами вот такую оставляете хвостик и поворачиваете на восьмерочку сначала мы крепим клеевой капелька вот так и поворачиваем на такую же восьмерочку если вы хотите остановиться на одном бантике вы можете повернуть в другую сторону и вывести кончики в эту сторону и у вас уже получится бантик так но если вы хотите сделать еще восьмерочку мы опять делаем петелечки одинаковой величины и фиксируете опять внизу клеевой капелькой чуть-чуть буквально и опять делаете восьмерочку опять фиксируем клеевой капелькой смотрите чтобы петелечки у вас были одинаковые и я еще одну восьмерочку поверну вот таким вот образом зафиксировали так чтобы вывести кончик вниз к этому кончику который у нас уже есть и так вы сделали наш бантик края вот тут можно немножечко оплавить и затем нам остается обвести ленточкой наш бантик вот так вывели обрезали той же длины которой у нас есть обжигаем ну и конечно же фиксируем посрединке и так наш бантик готов теперь нам остается его подклеить лишь к нижней части вот так и так вы прикрепили наш бантик посмотрите как он красиво смотрится и теперь у вас яйцо как может быть в лежачем положении вот так вот так и стоять и так дорогие друзья у нас есть в у нас сегодня получилось вот такое симпатичное декоративное яйцо вот с таким бантиком внизу по желанию вы можете украсить еще и вверх но мне кажется что и низа достаточно оно более так выглядит нежно ну и для примера я еще вам взяла показать вот такое яйцо где я использовала не розочки а пучки тычиночек и не полубусины а стразики и вот такие вот два яйца у меня сегодня получилось с такими нижними бантиками вы можете их как поставить так и положить это уже по вашему желанию ну а я на этом дорогие друзья закончу свой видео мастер-класс если вам был он полезен ставьте лайки подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписались делитесь такую идею и такой красотой со своими друзьями а я желаю вам творческих успехов и до новых видео мастер-классов всего вам доброго до новых встреч